они ждут автобус и она ждет автобус он тоже ждет автобус можно ждать как угодно когда знаешь сколько тебе ждать следите за автобусами в карты яндекс карты приложение города а я уважаемая камера ну нет ну не страшно честно говоря даже сожрут вау ты прыгал сам не зачем всем привет сегодня будет очень весело как хрустит подо мной она под тобой прям очень жестко согнул а сейчас те кто не знает правила быстро по ним пробежимся команда из 8 людей пытается заработать приз размером до 250 тысяч рублей всего 8 раундов и финал в каждом раунде можно заработать до 25 тысяч рублей выстраивать цепочки верных ответов если кто-то из игроков отвечает пас или дает неверный ответ цепочка правильных ответов рушится команда теряет деньги заработанные в цепочке и снова начинает строить цепь верных ответов чтобы сохранить деньги игрок должен сказать слово банк но до того как прозвучит вопрос однако в этом случае команда также начинает строить цепь ответов в заново после завершения каждого раунда проводится голосование каждый игрок пишет на табличке имя того кто по его мнению должен покинуть команду и по окончанию голосования демонстрирует табличку с именем кандидата на выбывание остальным также мы проведем два раунда где никто не будет выбывать чтобы подольше поиграли на этом у меня все оба итак дорогие друзья рад приветствовать вас на очередном слабом звене но в этот раз мне показалось то что люди как-то не очень интересно выбывает без эмоций поэтому мы придумали и сделали вот такую конструкцию всем привет смотрите я вас предупреждаю то что подсказывают друг другу нельзя это самое главное правило потому что прошлый раз очень сильно за вот это не подсказывает а я ж буду плохо слушать если вы будете подсказывать не надо подсказывать я вас прошу давайте представимся начиная с лёша всем привет алексей горит город электросталь потомственный маг в третьем поколении всем привет каролина калининград твоя будущая жена всем привет александр фреймтеймер психолог боюсь высоты всем привет данила горилла у меня алкоголизм город мурманск а сколько тебе лет 39 или 28 решайте сами всем привет я просто амина я родилась москве всем привет антон шкредов играю под никнеймом дрожья всем привет 28 лет александр правил фруктоед всем привет янчик город октябрьские 24 года свои видосики янчик 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 я задаю вопросы быстренькие легенькие ну по моему мнению общеобразовательные сейчас опять чему не верит каспийский груз слева направо начиная с лёши вы будете отвечать по очереди вы зарабатываете цепочками деньги как мойзи из ювелирки но мойзи тоже цепочки понял вот эти это же его концепт да иди мне хочется сказать сразу чтоб тебя кикнули на кстати данилыч ты в прошлый раз занял второе место как думаешь какие сегодня у тебя будет сегодня первый рядом посадили этих двух дураков хочу вопрос хочу вопрос я хочу играть уже играть хочется сушь мы можем начинать первый раунд нашего шоу слева направо вам надо будет отвечать на вопрос не забывайте говорить банк чтобы сохранить сумму которую вы хотите заработать потому что сегодня только один из вас унесет весь банк и это может быть очень хорошая сумма вы можете выиграть сегодня 250 тысяч рублей кто-то если вы ответите на все вопросы идеальные в каждом раунде вы можете заработать максимум 25 тысяч рублей всего будет но много раунд итак первый раунд слабое звено алексей внимание слабое звено раз два три две минуты пошли алексей столица республики татарстан казань правильно каролина какой вид медведя самый крупный какой гризли неправильно 500 рублей сгорели александр самая высокая гора в японии вас какой первый ролик на youtube собрал миллиард просмотров захватит подсказывать не подсказывайте вы чё за парке там вот будет это и первый ролик на youtube набрал первый миллиард просмотров гангам стайл амина если соединить медь и олово что получится видео лово видео железо нет неправильно бронза александр самая близкая звезда к земле пойми солнце луна а они нашкорили тебе специально в какой стране чаще всего возникает торнадо япония неправильно сша как зовут главного героя аниме ван писс да иди сошку же пас пока ноль пока ноль самый распространенный элемент в атмосфере азот правильно банк на 500 рублей топ-1 стример по среднему онлайну на данный момент глади эвелон реально бустер какая скорость света бесконечная миллион триста тысяч три миллиона ну что ж разогревочный раунд прошел не очень ухода гони косарь сус от вас 1000 рублей ну да это был раунд с такими не очень простыми вопросами сейчас будет супер простые но на которые вы просто должны отвечать можно сказать что мы разогрелись итак друзья мы начинаем следующий раунд но в этот раз он будет длится только минуты пятьдесят пошуми алексей в каком году затонул титаник в 1912 или в 1952 в 1912 правильно кто озвучивал леонардо дикаприо в россии бурунов правильно в каком году и зародился иван зола для тысячи четвертый кто был первым президентом в россии ельцин правильно корень из итак ячек назовите полный состав хозяевов по именам леха кореш сани прогресса не прогресса тэймер данила горилла илюха иксайл владе куэр то все нет нет алексей у кого больше подписчиков у бустера или ювелона на твиче да у бустера правильно какая самая большая кошка на планете маякун неправильно тигр чем утконос отличается от других млекопитающих носом самая большая планета в солнечной системе и так друзья на данный момент по истечению второго раунда ваш банк составляет 10 тысяч они 11 я накинул тогда 500 11 тысяч у вас сейчас я напоминаю то что со следующего раунда вы будете кикать одного из вас третий раунд минута 40 кстати небольшая ремарочка по истечению двух раундов просто так накинула на наибольшее количество вопросов правильно ответил алексей кореш а именно на все а именно на все вопросы он ответил правильно и также начиная сильного игрока мы продолжаем нашу игру минута 40 засекаем 1 2 3 итак алексей какое дерево растет из желудей дуб правильно каролина сколько цветов в радуге 7 правильно самое твердое вещество в нашем теле кости неправильно зубы итак что идет после миллиарда триллион триллиард они правильно правильно самая популярная религия в мире ислам неправильно христианство самая популярная книга в мире александр николай соболе в путь к успеху не подсказывать библия столица бразилии рио-де-жанейро бразилия неправильно где находится самая большая пустыня сахара неправильно антарктида где правили фараоны алексей а в египте ему самые легкие вопросы задаю мои вопросы сколько классов начальной школе 4 правильно национальное дерево японии сакура правильно в каком языке больше всего слов в русском неправильно в английском на каком языке говорят в бразилии неправильно не подсказывать я все я вот это все вижу цепь 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 хорошо что ты ответила то что ты знал то что не говорят на испанском но к сожалению они говорят на ну даже частью они говорят там на португальском языке почти вопроса рандомно распределены не каждому кому-то из вас отдельно идут они просто по порядку лёша на сложный тоже отвечал каролина ты толстяк азот никогда в жизни бы не сказал ну кстати азот я даже удивился то что алексей ответил молодец это случайно произошло смотрите сейчас вам выдадут таблички и вам нужно написать имя того человека кого вы считаете слабым еще раз я перечислю имена кто у нас присутствует первый игрок это алексей каролина александр фрейм темер данила горилла амин а александр никс дурачё антон и янчик еще сначала кстати в этом раунде вы к сожалению ничего не выиграли потому что вы забывайте говорить банк итак начинается алексея против кого вы голосуете король и на почему я просто прикольно придумал что корону можно нарисовать типа король и на только из-за этого из-за креатива но я ее люблю очень сильно я сейчас я тоже так каролин против кого ты голосуешь я голосую против саши никса против какого саши никса да а почему потому что мне показалось что он ни один вопрос не ответил не пока не показал тебе не понравилось то что он сказал самая ближайшая звезда к земле это луна а не каролина я понимаю то что находясь в таких обстоятельствах как вы немного по-другому мозг работает и возможно даже самые простейшие вопросы могут быть отвечены неправильно но вы на них не серчайтесь вы в таких обстоятельствах никогда не будете находить вопрос про желудь это не не сложный они легкий вопрос объективно правил в египте где правили фараоны а где итак александр против кого вы проголосовали я выбрал воздержаться потому что воздержание это полезно повышается уровень тестостерона девушки чувствуют запах твой и хотят тебя данил против кого вы проголосовали против дяди лёши ты желудь объяснить ему желуди достается а не мне алексей зарабатывает вам деньги правильно отвечать на вопрос поэтому по этой логике ты его хочешь кикнуть он же качок тупой не подумал к сожалению голос ой нельзя изменить даже если ты бы это хотел но амина против кого ты голосуешь я очень хотела воздержаться но если мы сейчас воздержимся от голосования это в следующем раунде придется выбывать 2 сразу двум людям а как будто это немножко болезни не ощущается когда за раз два человека уходит поэтому я проголосовала за я на вертикал это просто рандом ты можешь заполосовать за меня реально это в хуня поступок у меня его погоди а просто так ну типа просто я не знаю я не хочу ни за кого голосовать да и за меня ибо итак александр никс левен я воздержусь вот цикла но зато я нарисовал луну алексей почему потому что мы пришли сюда не зарабатывать деньги и я считаю что всем вы хотите начинать сильных игроков если будет исключать сильных игроков между лузерами потом будет сложно решить это все за желуди я всегда раньше говорили то что типа дотеры вообще там да я думал да нет они наоборот умные подожди алексей но на этом еще не все возможно ян ян против кого вы голосуйте я никого не не против если будут выбирать между сильным и слабым выберут сильного очевидно поэтому мы его исключили подождите я даже подогрел я сказал то что алексей больше всех ответил мне сейчас очень непонятен ваш выбор рано или поздно придется выбирать к делу как бы грустно мне не было но два голоса набрал алексей кореш и алексей посмотрите на меня тихо алексей алексей ты слабое звено пусть лежит пусть лежит пусть лежит пока трупный яд понял ну вообще ты можешь вы сказать им все в лицо если хочешь зачем высказывать сука дотером я застрял всем привет да это я то самое слабое звено который вы было первым вы хотите спросить где я я отвечу я в анапе напишите лучше вы в комментариях мои слова мы на мои полномочия на этом все окончены ну что каково вам бусто как вы изгнали вашего брата очень плохо мы жили антон правильно говорит рано или поздно пришлось изгонять как в этом раунде тоже по истечению которого вы будете голосовать против человека который также как лёха покинет прямиком ватна в этот раз вы не можете голосовать ни за себя ни за кого а указывать только конкретное имя я думаю с этим понятно да сейчас у нас будет раунд который длится полторы минуты поэтому начиная с каролины 1 2 3 каролина сколько букв в русском алфавите 33 правильно какой пояс у ильи по карате у меня черный правильно данил какая команда по доте 2 выиграла три последних мажора гейм гладиатор гейм правильно амина самый популярный спорт в россии футбол правильно банк-банк-банк-банк-банк говори хорош в какой стране был чемпионат мира по футболу в 2018 году ты здесь россия да я не смотрю футбол бразилия в россии неправильно россия в какой стране родился джастин бибер россия в россии в америке неправильно в канаде в каком фильме снимался дональд трамп а этот один дома хорош каролина как звали жену гомера симпсона марш сколько длится мгновение 3 секунды 90 секунд за какую страну выступал дэвид бэкхэм футболу англия правильно какого цвета таблетку принял него фильме матрица синюю или красную красную правильно в какой стране были проведены первые олимпийские игры греция правильно хорош как называется вид спорта в который играл в гарри поттере летая на метле квизич правильно но сука подсказан банк 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 четко было сам хорошо ну давай задам тебе последний вопрос сколько колец в логотипе audi да вы подсказываете 44 правильно я засчитаю это как в банк плюс 500 рублей сколько миллиардов там уже там пока немного но если у вас банк будет слишком маленький эту сумму множил чтобы гонорар был солидный и от души вы хотели бы побороться итак прямо сейчас вам нужно будет проголосовать против того человека которого вы считаете слабым звеном саня ты ответил что-нибудь правильно не брат он на все правильно ответил ну итак начиная с каролины каролина против кого ты голосуешь ну вот так вот собственно против антона почему это месть нет а за то что он выгнал лёшу не ну почему-то это месть кровно да это месть такая легкая много я считаю я посчитала его просто слабым звеном вот так это уже серьезно зато честно ничего лично александр против кого вы проголосовали кого вы считаете слабым звеном антон это был сговор но это конкретно личная история когда я был когда я был в школе у меня была любовь первое и и увел парень по имени антон я это вспомнил у меня травма и мне нужно закрыть гештальт так что антон пошел ты нах но не ты конкретно тот который увел меня увел меня и так данила у вас тоже написано антон не верю не подождите это сговор нет у вас даже рисунки одинаковые не просто вот так делаем когда я был в школе меня звали антон и я у одного лоха девчонку я поменял имя в паспорте и я вот просто дань моему старому имя я отдаю ладно амина против кого ты голосовала я проголосовала за гориллу потому что я объясню во-первых потому что данила токсик а во-вторых потому что мне вообще не нравится когда люди сговариваются я считаю это не честно а я уверена что скорее всего это начал либо саши френдеймер либо горилла он так и горилла ближе всего он самый большой то есть вероятность что конструкция сломается я не хочу рисковать итак по исключению голосования у нас три голоса против антона за и один голос за данилу гориллу идем дальше я просто в обратку стреляю каролина в чем в обратку типа за брата антона стреляешь в обратно во первых да я знал я знал что так будет во-первых а во-вторых она голосовала против меня и я просто голосую против нее то есть следующий против меня будет голосовать антон логика очень простая не знаю что написал антон вот это его личное решение и мы никак вообще мы только сейчас познакомились я написал каролина просто ну по порядку я клянусь что и мы не сговаривали я не знаю почему правда вот мы не сговаривали за залеж я взял удар на себя один голос за него гориллу два голоса за каролину и ян был решающим звеном если вам проголосовал против каролины то было бы 33 но антон скажи ты согласен с мнением это все это все из-за первого раунда я взял удар на себя не решили выгнать меня и поэтому ну просто небольшой лак произошел суши антон я хочу пожелать вам удачи в будущих играх но к сожалению здесь вы потерпели неудачу вы слабое звено на вот этот пост эффект ваши фигетной это он с таким звуком упал это что хрустл это позвоночник его сейчас мы подождем пока даст 5 комментарий до 2 люк к это все подстроена игра постанова такой был сюжет и очень печально что я был в сюжете 2 Ну, что поделать, я их всех не очень люблю, но мне в целом пофигу, поэтому закругляемся. Вы уже потеряли двух своих братьев. Самых сильных? Самых сильных. Они друг друга съели, да? Ну, так или иначе, мы продолжаем нашу телепередачу. И сейчас у вас осталось минута 20 на то, чтобы ответить на вопросы. На данный момент сумма вашего банка составляет 21 500 рублей. О, 250 он говорил вначале. Кстати, по истечению предыдущих раундов было три самых сильных игрока. Это Горилла, Саня, Фреймтеммер и Амина, которые ответили по два вопроса каждый. И, соответственно, начинается Александра. У вас минута 20. Итак, раз, два, три, поехали. Какой самый популярный герой в доте? Рики. Неправильно, Пуч. Столетняя война длилась меньше, больше или ровно 100 лет? Ровно 100 лет. Неправильно, 116. Символикой какого ресторана является клоун? Макдональдс. Макдональдс. Макдональдс? Хватит подсказывать! У кого мощнее укуса, бегемота или тигра? Бегемот. Правильно. Как обозначается серебро в химической таблице элементов? Почему мне такие вопросы дают? СМ. Самсунг. Правильно. Какая самая редкая группа крови? На рукаве. Пас. Четвертая отрицательная. Как назывался корабль Джека Воробья? Черная. Черная гусеница. Да, 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 да. Да, да, да. Черная жемчужина. Черная гусеница. К сожалению, ваше время уже окончилось. Я же не сказала гусеница. Че ты ржешь, тварь? Он мне говорил черная гусеница, блядь. Я говорю, за что? Он говорит, потому что это смешно. Ну и где я не прав? Ладно, я засчитаю этот. Мы переходим к самому неприятному для вас этапу. Это голосование. Последующие раунды я не буду уменьшать по времени, дабы у вас слишком мало не оставалось. Я чувствую надо мной прицел. Красную точку. На тебя разбег бара уже взял. Левее промахнулись. Каролина, против кого ты проголосовала? Кто для тебя лох, ебаный? Слабое звено, черт и так далее. Ты сейчас удивишься. И там мое имя. Я проголосовала за самого сильного игрока. Потому что я надеюсь, что его никто не выберет и он останется. Один голый за гориллу. Итак, Александр. В пользу случаем смотрите мой подкаст с Янчиком. Янчик. Данила Горилла, против кого ты голосуешь? Что там такое вообще нарисовано? Черная гусеница там. У нас два голоса против Яна. Александр Фреймтеймер и Данила Горилла каким-то образом на протяжении уже двух раундов выбирает одного и того же человека. Кладу руку на сердце, клянусь, мы не сговаривались. Стоп, а в прошлый? Это тогда было. Это в прошлое. Подожди. Подожди, это в прошлое. Клянусь, мы не сговаривались. Не, не сговаривались, тоже клянусь. А, почему я выбрал? Потому что я был уверен, что за Янчика никто не проголосил. Обычно во всех шоу по такой логике выбывают люди на... Я ради хайпа только это сделал. Амина, против кого ты голосовала? Я никогда в жизни не сталкивалась с тем, что Каролина пи***дит. Поэтому она мне дала понять прямым текстом, что она вхуяцала в меня. Поэтому я проголосовала за Каролину, потому что против этого бойсбенда я не отсилю со своими 40 килограммами. Поэтому я проголосовала за Каролину. Но я написала, что я тебя люблю, но мне было обидно, что из меня проголосовала. Но это неправда, если что. Я просто пошутила, я просто пошутила. Прости, пожалуйста, я реально думала, что меня вкинь. Я просто пошутила. Они сговорились. Следующий, смотри, они сговорились. Клянусь своей жизнью, б***ь. С какого хрена? Я не показывал писюн, сразу говорю. Александр, против кого вы голосовываете? Я объясню свои выборы. Я проголосовал против Каролины. У меня логика какая? Значит, у нас два человечка не ответили на вопрос. Это был Ян и Каролина. А Ян мне нравится больше, потому что поговорил с ним на минуту больше. Спасибо. Все-таки разделение роляется. Но он просто ближе, это правда. У нас сейчас два голоса против Каролины и два голоса против Яна. И сейчас он решит судьбу. Вот это переворот, конечно, событий. И у него ссылка на наш подкаст будет здесь. QR-код вообще. Нарисованный, да. У вас есть только два человека, против которых вы можете голосовать. Это либо Каролина. А давайте позвоним моей маме, пусть она проголосует. А почему нет? Ага, ты против мамы Яна что-то имеешь. Мама Яна. Мама Яна. Мама Яна. А сейчас вы не голосуете, потому что принимает решение. Самый сильный игрок за прошлый раунд. То есть самым сильным игроком за прошлый раунд оказалась Амина. Ян, потому что мне стыдно перед Каролиной. Чувство вины. Чувство вины. Чувство вины. Ой, как мне страшно, честно говоря. Тебе страшно? Яна, извини меня, пожалуйста. Нет. Ты считаешь то, что тебя заслуженно кикнули или нет? Ну, вообще да. Вау. Еле вы за Янчика оба топили, вы сейчас меня топите за то, что я проголосовала за Янчика. Вам как уходи? Я нарисовал сердечко грустное просто. Вы вообще не голосуете, сейчас я только голосую. Я получил буллинг незаслуженность. Саш, мне нужна твоя психологическая помощь. Мне теперь тоже. Горильник. Мне тоже сердечко. Мне кажется, что тебя выгнали незаслуженно. Ты сам как считаешь? Я тоже так думаю. Ну, ты слабое звено. Я надеюсь, допустим, что сейчас Амина упадет. А за что меня? Ладно, я готов упасть тогда уже и сейчас. Это какая-то интрига подозрительная. Как будто бы тут есть что-то, да, скрытое. Нет, никакой интриги нет. Ян слабое звено. Так. Так, я готов. Мне страшно везде. Есть такое, да? Ты слабое звено, Ян? Нет, что-то боится. Ну да, пацаны, можно дергать, если что. Ян слабое звено. Био сейлз. Как будто бы собственное падение пережил. Блин, ну что, было страшно. В конце было очень обидно. С Аминой я потом отдельно поговорю. Маме я так и не позвонил, к сожалению. Блин, Илюхе спасибо, что пригласил. Очень круто. Очень реально драйвово получилось. Мне очень понравилось. Кажется, не выиграл. Вот. Но не без проигрышей, как говорится. Итак, друзья, вы готовы продолжать? Илюх, когда я ведущим буду? Итак, у вас осталось 5 человек. И кто-то один из вас заберет весь банк. Я сейчас не буду уменьшать время на 10 секунд. У вас также будет минута 20. Это прекрасно. Окей, давай, попробуем сейчас цепочку. Попробуем 5. Амина первая. Амина, кто выше, 7 хасбиков или жираф? Жираф. Неправильно, 7 хасбиков. Правда ли, что у осьминога 3 сердца? Да. Правильно. Кто нарисовал Мона Лизу? Шекспир. Да Винчи. Легкое воздушное пирожное, получившее название от слова поцелуй? Эклер. Неправильно, без э. Какая наука изучает растения и флору? Ботаника. Правильно. Амина, какой город был столицей СССР? Я не знаю. Москва. Москва. Ма... 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 Не стесняйся. Говори, не бойся. Мы с тобой. Не бойся. Москва. Правильно. Сколько месяцев имеет 30 дней? Один. Подождите. Сколько? Сколько месяцев имеет 30 дней? Ааа, 9. 11. Правда ли, что вода единственное вещество, плотность которого в твердом состоянии меньше, чем в жидком? Да. Какой футбольный клуб побеждал в Лиге Чемпионов чаще всего? Ба... Этот... Ба... 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 Как это? Как это называется? Я забыл. Бразилия вот этот, который... Футбольный клуб. Я забыл, как он из-за Барселона. Неправильно. Реал Мадрид. Кстати. Какая наша команда победила на Интернешнале по Доте 2? В каком году? Сейчас? В принципе. За все время. Единственная команда. Тим Спирит. Тим Спирит вроде бы. Правильно. Как-то второй раунд вы прям хорошо накопили хорошие цепочки. И заработали 20 тысяч рублей тем самым. Мы постараемся сейчас себе заработать больше. Вы, конечно, постарайтесь, но кто-то один из вас уже не сможет постараться, поскольку он упадет, как и все остальные участники. Мы. И также, начиная с Каролины, вы показываете, против какого человека вы проголосовали. Я считаю себя слабым звеном, но за себя я не могу голосовать. Поэтому еще одно слабое звено, по моему мнению. Саша Никс. Никс, Никс, Никс. Ну, это объективно, потому что Амина и Саша, и Данила отвечают больше нас. Объективно. Ну, по лицу Сани я как будто вижу, что зеркальная ситуация сейчас. Почему? Не обязательно. И как будто у тебя в табличке написано что-то начинающееся на К, заканчивающееся на Аралина. Александр Фреймтеймер, против кого вы проголосовали? В общем... Мы сговорились с Данилой Гориллой. Случайно получилось так. На самом деле, не было никакого сговора, но вот Амина вначале говорила, что очень боится высоты. И у нас с ней произошел разговор. Я говорю, Амина, если ты боишься высоты, то нужно бороться со своими страхами. Поэтому, Амина, борись со своими страхами, потому что со страхами жить нельзя. Я проголосовал за Данилу Гориллу. Они меня так босят, у меня каждый раз сердце болит. Данила, а, так сказать, а что вы можете на это ответить? Я могу ответить, что есть тот человек, который... Я по глазам вижу то, что он сердечно соскучился по одному человеку. Ну, не-е-е! Тетушка королев. Тетушка королев. Еще и тетушкой назвал. Амина, против кого ты проголосовал? Ну, как говорил величайший человек в нашей команде, Данила Горилла, вумен-момент. Опа. Оп, я не говорил. А, и у нас два голоса за Сашу. Прости, Сань. Да, это мне нормально. Я проголосовал за Саню фреймтеймера, просто на рандом. Ну, а в целом, по факту и нет каких-то аргументов. Я меньше всех ответил, поэтому все тру. Я не хотел тебе кикать. За Данила я не могу проголосовать, он создает атмосферу в перерывах. Всем привет. Делать врагом Амину тоже нет смысла, а в Каролину я просто устал писать. Поэтому, Сань, ты просто методом исключения. Давай, неожиданно. Нет? Никаких таких вот только по моей команде. Блин, ну я думал, что будет слишком неожиданно. Ты думаешь, что ты вот прямо сейчас можешь упасть после того, как я тебе скажу, что ты слабое звено? Я думаю, что да, и я даже не закричу. Но я могу? Охренеть! Нормально все? К сожалению, общая эрудиция меня подвела, так как я ее не прокачивал. Было приятно поучаствовать в любом случае. Ребята делают очень классный продукт. Мне кажется, лучшие на ютубе русскоязычном. Поэтому было просто приятно поучаствовать. У вас осталось 4 человека, и кто-то заберет весь банк. Ну ладно, Данил, смотри, я давайте задам вопрос. Если ты отвечаешь на него правильно, то сумма умножается на 2. Давай на 3 тогда уж. Давай на 3. Давай на 4, похуй. Нет, все. Спроси, сколько будет 40 плюс 40. На штанге. Вопрос чисто вот тебе вот такой. Почему нельзя прыгать в Карповое озеро? Блин, а жестко, Илюх, так делать. Хоть у десятери эту сумму, я не отвечу. Илюх, ну это вообще гнилая поступка. Хоть в 20 раз умножь сумму нашу, я не отвечу тебе. Нет ни одной суммы в мире, которая рассекретит ответ на этот вопрос. С днем уважения, Данила. И это правильный ответ, Данила, потому что эту тайну нужно хранить. Ну и получается, что ваша сумма на данный момент 67 500. Сейчас ваше время я уменьшаю все-таки на 10 секунд, и у вас будет минута 10 на то, чтобы ответить на мои вопросы. Давайте четвером правильный ответ отдадим. Давайте просто заработаем. Давайте стараться реально, ради Кабанова, друзья. Начиная с самого сильного игрока, а это Данила Горилла, кстати. И с него мы начинаем. Начинаем. Раз, два, три. Данила Горилла, кого называют Юлькой-шпулькой? Юльку. Гавриль. Кто это? Гавриль. А, все, правильно, продолжаем. Какой формы дорожный знак стоп? Круглый. Неправильно, восьмиугольник. Каролина, самое длинное аниме One Piece или Сазаи Сан? Любое. One Piece. Неправильно. Сколько месяцев году в Америке? 12. Правильно. Франсуа Оланд это бывший французский президент или футболист? Футболист. Неправильно, президент. Как звали человека, который первый высадился на Луне? Шрак. Первый высадился... Гагарин? Нет. Нет, не Ларвстронг. Какой стране принадлежит остров Занзибар? Занзибару. Нет. Грэмми это премия в серии музыки или кино? Музыки. Правильно. А Занзибар это Танзания. И у вас сейчас 68 тысяч. У вас сейчас появляются таблички. Вы пишите имя человека, которого считаете, что он должен выбывать. Кривый человек на Луне. Очень тяжело выбирать. Давайте, друзья, я вам даю. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2... Время вышло. Каролина, кто ты считаешь по-прежнему черт ю... За что ты? Кого ты не считаешь вообще за человека? И шел он на... Ну почему опять совпадение такое? Нет, я так не считаю абсолютно. Я голосую за Горилу, потому что за него никто не проголосует. Дядь Саш, против кого вы проволосовали? Покажите нам. Решение давалось тяжело. Я не мог решить, потому что все люди, которые остались здесь, это самые дорогие люди, которые есть в моей жизни. Факт. Каролина, Данила Горилла и Амина. Не, Каролина и Амина. Кто не знает, мы знакомы с детства. Факт. И в детстве, в один момент, Амина, играя со мной в песочнице, я построил очень красивый замок. Она подошла и ударила по нему ногой. Я видел. И сказала. Я видел. Саша Фреймтеймер, голосуй за Каролину. Данила. В далеком-далеком царстве, в тридевятом государстве, где жил прекраснейший король с великолепной прической. У него был свой ютуб-канал, и у него была не менее вероятной красоты королева. И по совпадению ее звали Каролина. Я ничего не менял, вот как было в прошлый раз. Я боюсь, я боюсь с него падать из-за этих винтов. Винты в порядке, кстати, я проверил. Каролин, винты в порядке, их просто нет. Они в порядке сейчас где-то в другом месте. Ну подождите, но сейчас все может решить... Может, да. Амина, если она проголосует каким-то образом за Гориллу. Объективно, объективно, я слабее ребят. Ну, конечно, ты видела эти базуки. Мы сговорились с Каролиной проголосовать не в одного человека. Я проголосовала за Сашу Фреймтеймеру, потому что я знала, что Каролина проголосует за Данилу Гориллу. Самый худший психолог, напися. Я сказала, самый лучший. Что, Каролин, все сжимается, да? Ты понимаешь то, что тебя выбрали самым слабым звеном, но... Да это было очевидно. Каролина, для Ильи ты все равно самая красивая. И самое сильное звено. Ну что ж, Каролина. Но сегодня среди всех ребят, по истечению какого-то количества раундов, ты оказалась самым слабым звеном. Если закрыть глаза, то они страшны. У нас осталось три человека. Ну что ж, всем оставшимся игрокам желаю удачи, победы. Как бы все ее заслуживают там, присутствующие. Мне очень понравилось играть с ребятами. У нас была достаточно дружная команда. Хотя в предыдущий раз как будто все были по отдельности, а сейчас мы прям вот держались вместе. Ну что ж, друзья, это предпоследний раунд, в котором решится, кто будут два финалиста в нашем шоу. Итак, у вас минута времени, чтобы ответить на вопросы. Начиная с Александра, тебе достается первый вопрос. Раз, два, три. Минута пошла. Больше всего людей живет в Токио, Шанхае или Чунцине? Шанхай. Неправильно, Чунцин. Сколько камер в сердце человека? Две. Ну там Sony Alpha, GH5. Неправильно, четыре. Как звали президента, который отменил рабство в США? Обама. Не больше, пас. Аврам Линкольн. Как называется самая сильная комбинация в техасском покере? Данила Горилла. Я не помню. Флэш-Рояль. Как называется галактика, в которой находится планета Земля? Звездные войны. Я не знаю. Млечный путь. В какой стране разворачивались события фильма «Ирландец»? В США или в Ирландии? Наверное, США, это вопрос с подвохом же. Нет, Ирландия как раз так. Правильно. Выходцем из какой африканской страны был прадед Александр Сергеевич Пушкин? Конго. Данила Горилла, а ты зря смеешься, потому что прадед Пушкина был африканцем. Он выходец из страны, которая называется Эфиопия. Это Африка. Ну что ж, пора кикать. Я уже привык с того, что мы начинали постоянно с Каролины. Но в этот раз у нас начнет Александр. Опять будет какая-то трогательная история. А можно не с меня с обратной стороны? Вдруг у меня интрига будет. Хорошо. Тишина. Что ты сказал еще раз? Можно не с меня начать. Хорошо, давай мы начнем с Амины. Сфрау налево. Спасибо, что... Выгнали меня крысы. А, у тебя, получается, тоже была интрига. Да. То есть ты голосуешь сразу против двоих? А можно так? Нет. А что там написано? Саша? А почему? Потому что, если все-таки они меня не выгнали на что... Ну, я сомневаюсь, что такого не произошло, то я хотела бы сразиться с Данилой Гориллой, потому что он самый большой и сильный. Итак, Данила Горилла. Я как-то пришел в магазин. Подожди, Амин, а что ты приготовилась уже падать? Еще и рановато. Да, блин, все очевидно нельзя. Зачем вот ты пытаешься хранить эту интригу? Еще не все очевидно. Потому что, зная Саню Фреймтеймера, он очень любит в таких роликах предавать в последний момент. В каком было, хоть в одном. Итак, история. Ты заходишь в магазин. Хотел себе прикупить вещичек. Захожу, там бренды. Гуч, Луи Витт, Диор. Я говорю, я хочу футболку Амири. Они говорят, у нас нет футболки Амири, у нас есть только футболка Амина. На данный момент у нас один голос против Амина и один голос против Саши Фреймтеймера. Ну, тебя спасет только та ситуация, если Саня проголосует против Горилл. Я ни разу не голосовал за Амину. Но она голосует за меня уже второй раз. Мне от этого обидно. У меня трясутся руки и ноги. Мне хочется плакать. Я всегда ее поддерживал. А она голосует за меня уже второй раз и хочет, чтобы я упал. Она сказала, что хочет остаться в финале с Данилой Гориллой, потому что он большой и сильный. А я прошу напомнить, что я тоже мужчина, и мне обидно. Я очень много работал над тем, чтобы стать сильным. Но я не хотел этого делать. Но я прочувствовал. Я прочувствовал все это на себе. И коленками поменял решение. Амина, к сожалению, ты не проходишь в финал и оказываешься слабым звеном. Ты ебану, это страшно, нахуй. Мне понравилось то, что она по рефлексу вот так и сделала. Блин, очень страшно, если честно, было падать. Но если бы не было страшно, не было бы так интересно. Все в порядке? Да, все хорошо. Чуть-чуть поплакала по пути. В полетичку. Я буду в следующий раз голосовать против тебя. Только ты против меня. Я не класс. Короче, ребята, падать было страшно. Я очень боюсь высоты свободного падения в целом. Сейчас говорю, и у меня раны. Она серьезная. Вообще. Принцесса Рухи, я прям... Ну, для меня это попадет страх, наверное. Спасибо, Илюхе, за такое прекрасное шоу. Мне очень понравилось. Среди того, что мне пришлось падать. Баки трясутся. Давай целый раунд отвечать неправильно. Неправильно. Нет, я не знаю. Нет, я не знаю. Нет, я не знаю. Нет, я не знаю. Она после него просто правильно ответит. Чопа устала сидеть тут. Просто пи***ц. Неудобно, нет, немножко. Ну, мог бы и кресла какие-то сюда поставить. Кресло-качалки. Во. Ну что ж, друзья, в финал! Кто бы мог подумать, что вот эта та самая парочка с последней парты окажется здесь, в финале. Как думаете, вот вы готовы проиграть друг другу? Или вот все, вы больше не братья с этого момента? Никаких брать. Никаких брат и никаких этих... Никаких уз. У вас есть у каждого по пять вопросов. Кто ответит больше, тот и победит. Все очень просто. Итак, Александр, первый вопрос вам. Как расшифровывается аббревиатура КВН? А что-то уже Данила не подсказывает, да? Клуб великих... И находчиков. Клуб великих и находчивых? Находчиков. И находчиков. Но я не помню, правда ли. Это неправильно. Клуб веселых и находчивых. Блядь. Это очень странно. Какое у меня самое популярное видео? И стоит учитывать... Какое или сколько просмотров? А, сколько просмотров, да. Даже дам вариант ответов, давайте так. 9, 10 или 11 миллионов? 24 часа игнорирую свою девушку, 11 миллионов просмотров. Это мой ответ. Это окончательный ответ? Да. Но это не самое мое популярное видео, потому что самое популярное видео, которое вышло у меня, это клип «Мимимамуму». Потому что я спрашивал конкретно со всех каналов. Но при этом он набрал 11 миллионов просмотров, и ты правильно ответил на вопрос. Отвечай, правильно. И у нас общий счет 1-0. Александр, как называется мифическое затонувшее государство-остров? Антлантида. Это правильно. Данила Горилла. В каком году должен был произойти конец света по гороскопу Майя? В 2006. Окончательный ответ? Окончательный. Это неправильно. В 12-м. Правильно, Алексей. В 12-м году. Александр, какой режиссер снял фильмы «Большой куш», «Карты, деньги, два ствола» и «Джентльмены»? Травонт. Да, по-моему, это был... По-моему, «Братья Коины». Тарантино, Тарантино, Тарантино. Не-не-не, те самые «Братья Акробаты». Ну, Тарантино, все, финальный вариант Тарантино. Я думаю, он бы хотел, чтобы он снял эти фильмы, но эти фильмы снял Гай Рич. Пять. Данила, альбом какого известного рэп-исполнителя называется «Утопия»? Нихуя. Чипинкос. Не подсказывай, ты фолликульный дермоед. Охуеть! Чипинкос. Это мой ответ. Это неверно, потому что... Трэвис Скотт написал этот альбом. Пять. Александр. Да. Да иди ты нахуй. Какой индивидуальный вид спорта самый популярный в мире? Где участвует только один человек. Ну, бег. Ну, есть же хорошие варианты, такие как гольф, например, гонки, скачки. Но все это не то, потому что самый популярный вид спорта является, индивидуальный вид спорта является теннис. Ебать, блядь. То есть у вас даже в голове не было такого варианта, правильно? Я думаю, бардс. Конечно, потому что у вас бошки-то пустые. Я думаю, про бокс еще. Вам только это, пердеть и бегать. Данила, какой самый популярный вид спорта в мире по просмотрам? Теннис. Ты думаешь, что на два вопроса один и тот же? Да. Я думаю, в этом как раз такие подъемки. Весь мир, вся планета Земля смотрит больше зрителей. Чемпионат мира по теннису, нежели чем по футболу? Да. И это неправильный вариант ответа. Какого хуй вообще теннис? Я думал теннис. Пеннис. Дай денег. Александр, в какой стране помимо России есть еще город с названием Санкт-Петербург? Чемпопов. Есть предположение. Канада. Твой окончательный вариант ответа? Ну да. Ну ты, кстати, близко. Я даже был в этом городе и жил прям... Торнадо. Колорадо? Это США. Это город находится в Южной Флориде и называется Санкт-Петербург. И, кстати, интересная история. Недавно Бонс там выступал. Джеймс Бонс. Данила, из какого металла состоят монеты? В России. Из жидкого, как терминатор. Это мой окончательный ответ. Еще раз. Из какого металла состоят монеты в России? Медь. Окончательный? Да. И... Ой, там. Блин. Алюми... Алюми... Угадал. Сталь. Я, кстати, тоже думал, медь. У вас сейчас до первого правильного ответа. Если ты отвечаешь правильно и Данила после тебя отвечает неправильно, то он проиграл, ты выиграл. Хороший вопрос касательно вас двоих, кстати. Этот человек вас связывает чем-то. Неужели у него есть песня Кадиллак? Как с немецкого языка переводится фамилия и по совместительству никнейм Моргенштерн? И по совместительству оружие? Это вопрос Сани Френтеймера, если что. Оружение. Добрая звезда. Твой окончательный ответ? Да. Это переводится, как я понимаю, с немецкого языка. Штерн – это звезда. Воровская звезда. А Морген? Нет ли слова в английском, которое похоже на Морген? Морбиус. Гуд моргинг. Утренняя звезда переводится. Так у него было бы Моргенштерн тогда. Я даже не знаю, как продолжать это. Сейчас я подберу тебе вопрос. Два пульсуста. Как тебя зовут? Назови сквад, ходи его по размеру пенится. Как называется место, где проходят скачки лошадей? Нет. Если ты отвечаешь правильно на этот вопрос, то ты забираешь весь банк и становишься победителем. Я тебе даю 10 секунд на то, чтобы ответить на этот вопрос. А, я должен ответить? Да! Стадион! Это ипподром! Добавь денег! Чья масса больше? Центнера или Данила Гориллы? Центнера. Я на диете сейчас. Я не помню, сколько он весит. Ну, пусть будет Центнера. Данила Горилла, сколько ты весишь? Чуть больше Центнера. А Центнер это у нас что? Тысяча килограмм. Сто килограмм это Центнер. Чуть. Нулем ошибся. На сколько остались? Смотрите, друзья. Последний вопрос. Какой рост у Вити АК-47 с погрешностью в 3 сантиметра? Метр восемьдесят. Вы договорились специально не отвечать на вопрос или что с вами происходит? Нет, ты сложный вопрос задаешь. Я откуда знаю, какого он рост-то? Есть небольшая нервозность от того, что мы в финале. У меня в ладони вспотели уже. Ты видишь, как ногами мы шевелим? Это неправильно. Его рост 162 сантиметра. Таня, кто создал бренд Шанель? Ниху, все. Выбитло. Батя, такое пацанель. Ты говоришь, Зефир Шармель кто создал? Кто создал бренд Шанель? Фаррелл Вильямс. Уи. Батя Шанель создала Коко Шанель. Я никогда не слышал такой Коко Шанель? Я всегда думал, что СО. Кто написал книги «Оно», «Зеленая миля» и «Сияние»? Зигмунд Фрейд. Я сдаюсь, я хочу двоих кикнуть. Это мой окончательный ответ. Ты ебан? Поскольку у нас вообще полная беда. Она не приходит одна. Я задам вам вопрос. Кто ближе и первый ответит, тот выиграл. Отвечай. Чему равно 100 в нулевой степени? Это обоим вам вопрос. Кто первый на него отвечает, он бронирует слот. Не отвечаю. У меня не погибает то ощущение, что они специально не отвечают на вопрос. Давайте ответ. У меня плохо с математикой. Я не шарю. Назовите любое число. От нуля до ста. Сто. Нет, больше. Шестьсот тысяч. Скидывайте их двоих на... Ебан. Что сейчас происходит? Я не могу. Я не хочу объявлять никого из них победителем. Это два мудака. Никто не побеждает. Мы дошли до финала, получается. Финал был непростой тем, что когда сказали, что в финале самое сильное напряжение на тебя нападает. У меня прям ноги тряслись, руки все... И когда я отвечал на вопросы какие-то неправильно, я себя чувствовал, что я публично, ну, типа, выгляжу тупым. От этого нервничал еще сильнее. И вот. Я думал, что горилла выиграет на самом деле. И как вы хотите решить эту ситуацию? Добавить банку 32 тысячи. Как они меня нахуй подстебают? Я сижу и думаю, реально тупые. Я нахуй в этом дом. Почти на все. Я считаю несправедливым давать им деньги за их тупость. Я что-нибудь придумываю, с этим оно чуть позже. Ну что же, дорогие друзья, таким образом у нас закончилось наше шоу. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И я немножко вам заспойлерю. Мы сразу же отсняли вторую часть. Поэтому покажите, насколько вы ее ждете, поставив лайк. Хорошего вам дня, спасибо за просмотр и всего самого наилучшего. Так сказать, прокачивайте свои мозги, чтобы не быть как они. Вот, все.